МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Литургический сон. Последний раз подобное явление было зафиксировано осенью 2013 года в Бразилии. Шум, который устроил очнувшийся в могиле мужчина, услышали работники кладбища. Погребенного заживо спасли. По некоторым данным, в прошлом веке приступом литургического сна был подвержен лишь 1% населения планеты. За последние 10 лет эта цифра увеличилась вдвое. В 19 веке мир обуял панический страх быть похороненным заживо, заснуть и проснуться в могиле. Дошло до того, что люди стали скупать специальные безопасные гробы со встроенными колокольчиками. Конструкция их проста. Веревочка в саркофаге, колокольчик над могилой. Очнувшийся от литургического сна, звонит в колокольчик, зовет на помощь. Чтобы выбраться наружу, предусмотрена даже складная лестница. Человек лежит, и 3 дня вообще, так сказать, с ним ничего не происходит. Он не шевелится, он не реагирует на окружающее, его щипают, он тоже не реагирует. Что можно подумать? Что он умер. Еще одно изобретение, рожденное в борьбе со страхом быть погребенным заживо – колокольчики на холодильниках британских моргов. Правда, в начале 21 века их заменили специальными приборами. Они фиксируют малейшие изменения активности. Если что, срабатывает сирена. В Словакии к этому вопросу подошли еще проще. В гроб кладут сотовый телефон с заряженным аккумулятором. Литаргия происходит от греческого «забвения». В легкой форме напоминает очень глубокий сон. Характеризуется неподвижностью, отсутствием реакции на внешнее раздражение и резким снижением интенсивности всех внешних признаков жизни. При тяжелой форме литаргии спящий становится похож на мертвого человека. Кожа холодеет и бледнеет. Пульс и дыхание незаметны. Только кардиограммы и энцефалограммы регистрируют биотоки сердца и мозга. Некоторые врачи в таких случаях нередко ставят другой диагноз. Все те состояния, которые раньше описывали как литаргический сон, это достаточно долго длящиеся коматозные состояния. И все же медицинские справочники четко разграничивают понятие кома и литаргический сон. Кома чаще всего возникает в результате физических воздействий, травм, повреждений, отравлений лекарствами. А вот причины литаргического сна ученые до конца пока не исследовали. Зато придумали этому состоянию громкое название – истерическая спячка. Это впадение в трансовое, но подобное состояние, когда человек не может или не хочет решать какую-то очень серьезную проблему. Он таким образом от нее отключается, ее отбрасывает от себя, считает, что он спрятался. Почти 60 лет назад 34-летняя Надежда Лебедина сильно поссорилась с мужем. Впав в состояние шока, женщина уснула. На 20 лет. Этот случай в Днепропетровской области вошел в книгу рекордов Гиннесса. Позже Надежда Лебедина объяснила, что пока она спала, слышала все, что происходит вокруг. Этот случай всегда приводит в пример сторонники версии о том, что причина литаргического сна – стресс. Ему сегодня подвержена добрая половина человечества. Однако британские врачи уверены – виной всему специфическая бактерия. Абсолютно все спящие литаргическим сном страдали инфекционными заболеваниями. Версия о том, что литаргический сон может быть вызван бактериями, нашла свое косвенное подтверждение. В 1938 году англичане решили перезахоронить тела погибших в годы Первой мировой войны. Увиденное поразило исследователей. В каждой четвертой могиле покойник лежал в неестественной позе – на животе или на боку. В период Первой мировой войны прошла целая эпидемия литаргического энцефалита. Люди действительно впадали в спячку. Самый известный и загадочный случай погребения заживо – история со смертью Николая Васильевича Гоголя. Ученые и историки до сих пор спорят. Когда умер великий русский писатель? До похорон или после? Гоголь – это вообще, конечно, такой персонаж сам по себе очень мистический. Человек был как минимум интересующийся какими-то оккультными и мистическими вещами. Есть ряд предположений, что он очень сильно боялся того, что его похоронят заживо. В последние три года у него начались страшные психологические проблемы. Количество фобий выросло в разы. Он боялся практически всего. У него были состояния такой апатии после нервных всяких вспышек. И он это воспринимал как приближение литаргического сна. В мае 1931 года было проведено вскрытие могилы писателя, чтобы перезахоронить останки на Новодевичьем кладбище. Очевидцы обратили внимание на порванный саван. Поверить в то, что это произошло по естественным причинам, никто не захотел. Некоторые участники этого события, они зафиксировали такую информацию, что вот он был повернут на бок. Но в отчетах НКВД, которые производило вскрытие, этой информации нет. Тем не менее, версии о том, что Гоголь был похоронен заживо, существуют. С годами она только еще более обрастает слухами и новыми подробностями. Вот и знаменитые артисты, которые играли в постановках по произведениям великого русского писателя, знают, быть покойником хоть и не на самом деле не к добру. Мы же много и часто говорим о приметах, когда Наталья Варлеев в фильме «Ви» летала в гробу. Это действительно плохая примета, и поэтому артисты стараются их как-то избегать. Спасение одно. Перед тем, как лечь в гроб, надо положить бутылку святой воды или спирта под голову. Однажды Сергей так устал на съемках, что забыл о ритуале. Вдруг подходит ко мне режиссер, и вдруг подними голову. Я поднимаю, и он кладет мне под голову бутылку виски. Я поначалу не очень понял, я так здорово говорю, я понимаю, заботу, и, значит, потому что холодно было, это была зима. Мой герой с босыми ногами, в общем, в одной холщовой рубахе. Он сказал, нет, Сергей, это примет. Кстати, риску впасть в истерическую спячку наиболее подвержены люди именно творческих профессий, утверждают специалисты. Существует и еще одна версия, почему человек впадает в литургический сон. Ее выдвинули зоологи. По их мнению, причина такого состояния – атовизм, доставшийся нам от животных, которые и поныне сохраняют свойство впадать в спячку или анабиоз. К сожалению, узнать, что видит в этот момент медведь или лягушка, невозможно. Зато нам удалось из первых уст узнать, что видит очнувшийся от литургического сна человек. Зухра Абасова родилась в узбекском кишлаке Эскерап. Как-то у четырехлетней девочки сильно разболелась голова. Родственники отвезли ее в больницу. Сначала Зухра металась по постели, а потом внезапно затихла. Врачи испугались, и родителям сказали, девочка ваша умерла. Приехали, забрали меня и меня похоронили. У нас, по нашему обычаю, тело хоронят не в земле, а в могильнике, в саркофаге. Меня обернули саваном, положили в саркофаг. Но похороненная заживо, Зухра пробыла в могильнике недолго. Решающую роль в этом сыграл сон. Через два дня после моей смерти, как все думали, моему дедушке вдруг во сне явился какой-то голос и сказал, что иди спаси свою внучку, она жива. Сон о сне оказался вещем. Когда дед Зухры открыл могильник, внучка лежала на боку в порванном саване. Девочку отвезли в Ташкент. Там, в научно-исследовательском институте, она проспала под присмотром медиков 16 лет. Разбудить Зухру удалось студентам-медикам, проходящим практику в НИИ. Ради шутки они включили на всю громкость популярную песню «Каундаун» группы Европа. И это сработало. Через сутки у постели девушки выстроились светила отечественной медицины и толпа родственников. Всех интересовал главный вопрос – что она там видела? Я чувствовала, что я живу, но я жила в другом мире. Там были живы все мои родственники, которые умерли еще много лет назад. Я их описала. И мои родители сказали, что это вот твой прадедушка, это твоя прабабушка. После пробуждения Зухра призналась, что перестала чувствовать холод, и у нее открылись способности к ясновидению. Правда, кое-кто, знакомый с девушкой лично, считает, что вся ее история – вымысел от начала до конца. Достаточно много и часто сталкиваюсь на различных передачах и ток-шоу. Она просто артистка. Она играет роль. Ну, за которую она, в общем-то, наверное, получает какие-то бонусы. Страх быть похороненным заживо неумышленно. По ошибке спровоцировал появление новой фобии. Тафофобия. Хотя современные специалисты утверждают, что сегодня такое практически невозможно. Спутать смерть с истерической спячкой. Состояние сна, оно имеет очень специфические все-таки особенности, по которым, ну, всегда их можно отличить. Если мы делаем электроэнцефалограмму в состоянии сна, там будут очень характерные волны, которые бывают только во сне. Прогнозировать пробуждение от литургического сна нельзя. Это состояние может длиться от нескольких часов до десятков лет. После этого следует тяжелейший период реабилитации. Человек практически не может двигаться. Суставы не движутся. Человек не может соблюдать баланс. Его учат заново ходить. Фактически. То есть его все учат заново. Интересен тот факт, что механизм старения у уснувших сильно замедлен. За 20 лет внешне они не меняются. А потом при пробуждении наверстывают биологический возраст за 2-3 года. И превращаются в стариков. Медики научились отличать литургию от реальной смерти. Но найти средства от литургического сна до сих пор не удалось. Каждый по-прежнему настаивает на своем методе. Одни предлагают вводить больному антибактериальные препараты. Другие рекомендуют жесткий стресс. Вплоть до электрошока. Но есть и третья точка зрения. А что если эту загадку вообще не надо решать? Ведь проснувшиеся утверждают, именно во сне все они были абсолютно счастливы. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова